Здорово, друзья! Давно не снимал роликов и сегодня прекрасный жаркий день, который можно посвятить хоккею и в частности челленджам и не оба с кем. Прошу любить и жаловать. Всем привет! Всем привет! У меня аж слюни от радости полетели, потому что я рад появиться на канале Slap Shot в гостях у Александра. Друзья, в апреле мы сняли челлендж для канала Wabon Games и там мы пытались попасть на меткость. В общем, на меткость у нас был челлендж и сейчас время ответного челленджа на моем канале. Первую серию вы можете посмотреть по ссылочке, по подсказочке, обязательно посмотрите и напишите комментарии. Ну а сегодня наш челлендж будет заключаться в игровых моментах. То есть не столько, сколько на меткость твою, потому что меткость это не ко мне, а на игровые моменты. То есть будем рассматривать игровую ситуацию, которую реально можем встретить в игре и будем поражать верхнюю часть поворот. Ну не знаю, как Саша там будет на меткость бросать, а я, друзья, со своей стороны, свои броски в минус 5 буду делать как можно больше самыми сумасшедшими. Потому что я думаю, что этому челленджу нужна не только точность, но еще и веселье. Поэтому поехали! Скидывайся кто первый, давай, да. Скидывайся кто первый на камень, ножки, бумага. А что ты в крагах, это нечестно. Почему это? Ты что-то вообще атаку не покажешь. Давай, 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 давай. Раз, два, три. Ну тогда я начну. Для тех, кто не в курсе, объясняю правила. Это минус 5 игра. Я делаю бросок, при этом у меня три попытки. И если с этого броска я, с трех попыток я выполняю этот челлендж или этот бросок исполняю точный, то Саша должен его повторить. Если он не повторяет, то на нем минус 1. И такая же ситуация противоположная ко мне будет относиться, если Саша это делает, а я не, а у меня не получается этого сделать, то минус 1 на мне. И так играем до пяти. Для начала будет кое-что легенькое. Я принес с собой теннисный мячик. И давайте попробуем вот им бросить не шайбой, а именно теннисным мячом. Тем более, что мы на сухой, скажем так, тренировке сегодня находимся. Ну и попробуем в одну из мишеней попасть. Если у меня получится, то Саша должен будет повторить это. Теннисный мячик, дерзкая идея. Сейчас мы посмотрим, на что он способен, конечно, этот дерзкий парень. Но мне почему-то кажется, что мячиком достаточно просто попасть. По крайней мере, он должен пружинить просто термоядерно. Думаешь? Я что-то не уверен в этом, если честно. В любую мишень попасть. Давай. Что это было такое? Первая попытка. Сальта, я думаю, будет легче, правда. Держит. Не легче. Прицелил. Я не понял, как кидать, но только поздно. Ну ладно, посмотрим, как Саня это сделает. Так, значит, преимущество. Я-то думал, я проиграл, когда должен был бросать вторым. Когда определилось, что я бросаю вторым, а оказывается, теперь у меня есть преимущество. Теперь я видел и, естественно, постараюсь сделать лучше. Элементарная задача. Мячик, мишень, ворота. А, он укатывается. Вперед. Я-то у Стига был. О-о-о-о, посмотрим, как тебе сейчас это поможет. Первый. Желтый шаль. Верхний. Левый. Оу, мимо. Мимо. В общем, пока не так просто. Очередной челлендж и опять вот эти проблемы. То, что кажется настолько элементарным и самое обидное. Ну, самое обидное. Я же попадал этим мячиком, ну, не конкретно этим, а теннисным, куда хотел в свое время, когда у меня не было так много шайб. Но вот челлендж пока мимо. А жизненная ситуация. Как часто вы оказывались у ворот, к вам попадала шайба, и вы ничего не могли сделать? У меня часто. Стоя, грубо говоря, почти на мертвом угле, нужно попасть в верхнюю левую или правую девятку. Три попытки, куда попал молодец. А в центр? Ну, пусть и центр. Любая из трех мишеней твоя. Почему? Потому что внизу, когда вы проходите так близко к ротарю, он наверняка весь низ перекрыл. И надо бросать наверх. Мы сейчас это сделаем. О! Да ладно! Негодяй! Вот негодяй попал все-таки. Минус один, может быть, да, у кого-то? Если не попадешь. Не хотелось бы, не хотелось бы. Так, твой черед. Честно, офигеть. Я вот сейчас встал под вот такой угол и понимаю, что он нереально острый. Вот отсюда я вообще не вижу практически ничего, кроме дальней штанги. Как ты попал? Чуть-чуть. Как же? Как она мимо пролетела сейчас? Блин, да почему? Ну почему? Ну три хороших братка и все мимо этих мишеней. Ты за кадром хотел спросить, если ты два раза попадешь. Я мог три попасть. Да. Ладно, минус один, хорошо. Так, понеслось минус один. Мне опять пока что везет. Сейчас очередное будет задание на этот раз от Володи. Посмотрим, что он мне приготовил. У меня-то есть еще одни. Там еще сложнее будет. Но тоже абсолютно игровая ситуация. Я же обещал крэйзи броски. Пойдем. Пойдем. Ну ты понял, что я хочу, да? Отсюда попадаем не в мишени, конечно же, а просто в ворота. Так, ну естественно, если среди моих подписчиков есть тех, кто не подписан на Вобенгеймс, самое время подписаться. Ссылочка, естественно, будет внизу. А пока он несет сюда шайбочки. Как прекрасно, как прекрасно я устроился. Честно, Саша говорил тут об игровых ситуациях. Это вообще не знаю, для кого игровая ситуация. Я впервые буду бросать с такой высоты, и это очень прикольно. Видите нас? А мы вон там. Надо чуть левее брать. Ну пожалуйста! Ах ты, блин, а это было близко. Действительно, я только что сказал про игровые моменты. Это действительно никакой не игровой момент. Но у меня тоже была идея про дистанцию. Поэтому, скажем, это твое алверды. Ну, посмотрим, чем я смогу ответить в этом суперчеллендже. Ворот плохо видно. А это ты в столб все-таки решил попасть. Если бы у нас был бы челлендж на Добросе, то я бы уже проиграл. Ну да. Зато видит красиво. Увы, нет. Увы, нет. Счет тот же. Это было интересно, но реально сложно. Счет у нас, скажем, футбольный. Всего лишь там, ну, грубо говоря, 1-0, минус 1, да, оно идет. Сейчас очередная игровая ситуация. Ты перед воротами. Про мертвый угол мы забыли. Ты перед воротами. Вратарь по-прежнему перекрывает все низы. И надо с близкого расстояния поднять максимально высоко шайбу. Те же три мишени, те же три попытки. Погнали. Должно быть все по красоте. Ну, как по красоте. Вы делаете по красоте, я буду делать по простоте. Давай. Первый. Ага. Не присел, видите? Не присел. Вот, присел. Был близок. Ну, два гола ты забил. А где третий-то? Или три? Три уже бросил. Три уже бросил. Я пока лечу. Как часто ты оказываешься в такой позиции? А еще, если ты, говоришь, присесть надо на колено, то ты не будешь выходить один на один, присаживаться на колено и бросать вверх. Так зато красиво. Тут только, если тебе идет прострельная передача, и ты тогда фонтайвером это делаешь. Что-то птичка не получилась. Ну, птичку ты бы прибил. What the fuck? What the fuck, motherfucker? Офигеть. Мне кажется, я ни разу, когда играл в хоккей, ни разу в жизни не бросал туда в таком расстоянии. Ай, рядышком. Знали бы вы, сколько за кадром приходится таскать, переносить, поднимать шайбы, думать, где что, как поставить, и куда смотрит камера. Это полная жопа. Нам нужно просто попасть по воротам, без мишени. Просто попадаем в ворота, но чтобы шайба залетела туда вверх. Без касания земли. И в мишень даже попал. Можно это плюс один попал? Ну, вообще можно, да. Можно? Хорошо. Саша, молодец. Лайк, лайк за это. Выше. Она, кстати, вылетела. Прикинь, она в ту щель попала. Собака. Это было близко. Да я старался. Я старался. Чего, минус два. Получается, на Саше сейчас минус два, на мне минус один. Поехали дальше. А, короче, задача какая? Естественно, мячик, он у нас на земле, и мы его не руками поднимаем клюшкой, но мячик поднять с земли, мне кажется, раз в десять проще, чем шайба. Ну, понимаете, да, за счет его сферической формы. Все такое, короче говоря, мы его подкидываем, и этой же клюшкой надо попасть. Назовем это задание бейсбол. Короче, поднимаем, бросаем, не должно получиться, надо убеждать. Хорошая попытка. Все, сейчас попаду. Я прошу тоже плюс два. Нет, вы же договариваете, что в мишень надо попасть. Не будет плюс два, Сань, сори. Не в ворота был договор, а именно в мишень. Я попал в мишень, все, это же хайф. Ладно, я сделаю вообще по-другому. Давай. Пожалуйста. Пожалуйста. Вы бы видели эти мучения вживую. Да я не знаю, как это делать, а его просто сносит. Оп! Попал по мячику. Я расстроился, честно. Ну что ж, на мне тоже минус два. Так. Итак, у нас ровно. Game is time. И теперь у нас решающая битва. И последняя штука, которая перенесет нас аж на ту, на ту сторону. Самый дальний гол будем сейчас забивать. Самый дальний от ворот. Так сказать, гол-голкипера. Вот это будет оттуда. Оттуда. Решающий момент. И сейчас мы играем со всей половины поля. Просто отсюда нужно попасть в те ворота. Неважно, поверху, не поверху. В любом случае, просто попасть в те ворота. И делать мы это будем по очереди. По одному броску. Кто первый попадает, тот в итоге оказывается победителем этого соревнования. Все, в общем, на кону. На кону все. Нужно попасть. И сейчас приоритет, естественно, тот, кто бросает первый. Ну, пробуем. Ладно, вот она отпружинила. Ты что ж без тебя так не везется? Она летела точно по центру. Был бы это лед, это был бы гол 100%. Но был бы, был бы. Отсяду, ну и попаду. Сейчас еще и попаду, если в мишень, то мочу будет царь. Мимо! 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 Я был близок. Я был чертовски близок. Фух, отпустилось. Сейчас там прям миллиметры прошли. Просто миллиметры. Ты не снимал? Там GoPro снимает. Я решил не снимать. Я прям почувствовал, что будет проблема. Расскажи, что это был за звук. Я не слышал. Пошли вы все! Походу, походу, походу он не попал. Я сейчас проверю с вами ворота. Прекрати. Вернись. Да, он не попал. Он не попал. Это была перекладина, ты понимаешь? Я это, привет Стиху передаю. Что, кроссбар с центра поля? Легко со второй попытки. Сколько ты там мучился? Я даже не знаю, куда мне надо попасть, чтобы это было более феерично, чем перекладина. Пиздец. Пиздец. Да, я страхер, блядь. Сладкий момент победы. Сейчас надо попасть, естественно. Слушай, а... Давай до попадания. Не, подожди. Два раза расстреливать уставы не велят. Да? Да. В этот раз... Хоть здесь тебе повезло, хоть тут повезло. Да, я просто не попал. Что делать? Это была интересная, конечно, эпопея хоккейных попаданий. Потому что, во-первых, я думаю, мы все-таки что-то чуть-чуть прокачали в хоккейных навыках. Во-вторых, действительно, привет Стигу. Потому что в перекладину, оказывается, можно попасть даже со второго раза. Вот он это сделал. Даже если ты туда не хочешь попасть, то туда можно попасть. Мы бросали откуда только нам не приходилось. Он с того холма, там, слева-справа. И, в общем, отовсюду. Это было интересно. А самое главное, ребят, и летом, и летом играйте, занимайтесь и интересуйте хоккеем. И давайте договоримся так. Тысячу лайков ставите под этим роликом. И мы с Сашей встречаемся вновь. И опять записываем продолжение подобных видосов. И, скорее всего, там я ему точно жопу надеру. Да, и заодно тогда советуйте, какой бы еще бы вы хотели увидеть челлендж. Ну и в целом, будь позитивным, мой друг. Пока. Слап-shot. Слап-shot.